нам политика не нужна все политик сейчас устраивать будут на одну пусть и сейчас специально они накалять ситуацию сами недовольство москвой как раз что что и приведет к расколу и они будто тут поддерживать ты имеешь ввиду что вот эти все реформы которые делаются они делаются делали зально делается накалять ситуации подымаются цены извините дай мне выводят кормить москву лозунг он уже идет везде они и как раз народ сам притащит всех к этому расколу что и было в девяносто первом году то же самое один в один ура демократия все дела наелись демократия все есть средний класс там есть кто ниже среднего и тоже неплохо живет на жизнь срабатывает лишь бы не война и раньше лишь бы не война но понимаешь это получается как вот путь когда мы с тобой едем на машине там на коне скачем да а впереди пропасть и хорошо дорога хорошая все вроде хорошо понимаешь куда мы да мы попадаем в пропасть вы посмотрите как живет народ то есть что такое народ это когда все думают об общем житие бытие но я понял все жили хорошо я понял то есть во время социализма была перспектива то что как бы к нам и страны присоединялись уже пол мира практически забрали мы вот этой социалистической идеи да то есть была перспектива сейчас во время они делают все чтобы от нас оттопнулись все у них главная задача сегодня не объединить все а наоборот стравить растолкать разодрать все это вот и есть маленькие государства поэтому кто больше не говорит как бы мы живем мы живем на самом деле на последнем издыхание высасывается все и кое-кто начинает понимать кто раньше неплохо зарабатывал понимаешь уже переходишь как говорит холодильник начинает побеждать уже излюбленная фраза у всех и мы придем только мы мы так констатируем факты мы тупо идем к этой пропасти все дружно и между делом разговариваем что вроде бы как-то плохо становится не надо спасать россию надо ее любить да хорошо слов но на данный момент конечно я считаю что самое главное в нашей гибридной войне это сейчас народ будет да это главная задача не просто будет у нас уже время нет будет мы должны будить сразу и народ должен уже готовится отражать все эти вот нападение отражать нападение но первую очередь кажется что нужно от оружия геноцида отказаться какой-то бак наркотики и человек должен первую очередь но здорового жизни превыше всего мы должны думать если у нас не будет здорово рация у нас не будет ничего поэтому те кто курит с детства наркота и все остальное 5 алкоголь они не способны вести созидающий образ жизни что делать как народ будет люди но привычка такая мощная тоже алкоголь на кутих да у нас просто скрывает о том что в царской россии как народ дергается нам что же не легко доставать может не курим не пьем но почему-то вот надо скажем так сильных духа крепким то есть надо помогать их надо объединять потому что авангард нашего народа да то есть он как раз и поведет он кажется наведет порядок вот когда эта масса скажем так общая на увидит появился батька появился какой-то да все идем за ним вот русский почему-то так но вот это надо в ядро надо создать его его просто выбивают видишь его сажают стреляют травят вот таких личностей которые могли бы передавать их сегодня просто она просто защищает потому что страна очень профессионально это делает понимает у ней вся система механизма борьбы войны с нами и зачистка она в работе они работают ежедневно круглосуточно а мы просто сидим пока я разговариваю у нас есть люди неожиданно напали там все разбежались собраться не мог оказывается германия это тоже такая же торговая компания никакой там не государство также как арифия зарегистрированная компания по главе с медведевым и я и такая мысль пришла что есть и весь мир сейчас все страны а просто торговые корпорации почему сейчас действует везде морское право почему выдал выдают паспорт 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 его это это проход в порт проход в порт то есть и получается весь мир сейчас это просто торговые компании баллов правит торгаши без совести без чести без ничего и действительно получить транс корпорации они захватили управление всем миром и даже те люди которые работают при службах и думаю что они как бы защищать какое-то государство на самом деле да на самом деле допустим каким-то народом внесли в ген вот уже в на генетическую видать память но подсознание если ввели такой вирус что якобы вы избранный народ также какие королевикам вводил этот вирус что вы якобы самый лучший народ остальные все звери можно есть понимаешь и вот этот вирус ввели народу и этот народ верит в это и как стадо идет просто на убор в итоге понимаешь и то есть может быть пришло время уже но очнуться от этого с нато и понять что по факту нету никакого права никакие бумажки не имеют никакого значения для нас потому что у нас гены в генетике записан русский дух это наша земля мы здесь выделить и она принадлежит на надо прекращать платить музду в виде жкх видеть бешеных топ цена топлива понимаешь надо с этим бороться есть борьба смотри просто так прикрыть прекратите тоже понятно что я не имею ввиду что каждому лично не платить а нужно приступить к борьбе за это начальник атомной электростанции удивил очень удивился о том что потребителю электроэнергии приходит в шесть раз дороже чем он отпускает вот с этим надо бороться надо бороться надо убрать чубайсовские все эти системы накопительные сбытовые генерирующие компании понимать это нацу убрать и дрянь матери это все высасывает из нас все деньги вот электроэнергию сделаем и топлива у нас все и цены упадут и все будет работать и техника будет строится и завода будут создаваться что все будет работать только что только вот все как раз зависит от цвета и глава рычаг кучу байса главного могильщика страны образно говоря то есть тут одна система бен лазары 5 10 это все ребята которые обслуживают систему управляющий скажем так кто-то там сити менеджер кантри менеджер вот и мягко сказано самом деле они не просто как осознанно все это делают и мы знаем кто они как их звать вот я смотрю народ так дружно довольно таки просыпается уже собираются под знаменами ссср по поводу того что ссср на парламент это было незаконно сделано а почему парламент парламент освободил ельцин от должности он вел танки расстрелял парламент действовал законно а все остальное то что произошло после девяносто третьего года это все незаконно и ссср на данный момент он существует юридически и то что люди сейчас поднимают эту тему важный момент на только сам народ должен стать судьей и сказать что вы здесь незаконная преступная власть кто должен кто приговор зачитает ни один человек избравшись там якобы представитель советом рссср что-то еще понимаешь безнародного схода сегодня эти структуры которые созданы там истечковый по 10 человек по 15 они не имеют силы связи с народом надо надо чтобы народ избрал его депутатов понимая этого нужно заносить информацию да вот народ на местах должен выбирать как минимум помнишь ты там десятка сотня по факту я вот думал тоже смотри с ссср ладно нас закон с а в семнадцатом году разве разве закону все происходило же незаконный захват власть а до семнадцатого года мне а романовы чуток закона что происходило как убили ивана грозного отец за иван даже в гостях там столько ртути нашли мужчинка что все знают что понимаешь это незаконный то есть если мы идем дальше 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 там рюлики и туда и все уходим все оказывается незаконный захват и власти но еще единственная власть на земле это русский вернемся еще раз а ты вспомни когда приехал кто-то первый поддельный уже заменившие петра приехал меньшиков остальных всех убили получается где он был народишко он тогда придал почему это у петра не убрали яду стрельцов перестреляли я думаю что раньше народ во имущество было на эту московию люди жили на своей земле своих родовых поместьях занимались своими детьми там по 16 детей было и никто не смотрел что там в этой московии происходит понимаешь вот поэтому сегодня имею результат потому что каждый князёк тянет одеял на себя иван грозный их объединял до собиралась кучу заставлял их быть единым государством никто не хотел подчиняться и бояре кто его травил ну кто его травил собственно и бояре травили а то сегодня они же самые вот это называемые правительства законодательства собрания государственные дома это есть те же бояре которые сегодня нас травят пальмом маслом всем остальным до торгаши то есть это потомки вот тех кто убили ивана грозного потомки стопроцентные потомки по крови сколько их тут понимаешь вот этой сколько это чумы и говоришь о том что у нас рабовладический строй сейчас что такие люди как грефы которые хочет это все перевести в цифру они и готовят потребителя и так и говорят что нам нужны просто потребители поэтому молодежи строй да поэтому система образования уничтожается и пальмовое масло завозится пальмовое масло заводится столько сколько в год сколько не завозилось за последние 10 лет никогда то все производства промышленность уже говорили переходит пищевая промышленность переходить на техническое пальмовое масло выход как всегда социалистических идеях но я так понял что что это, и по предсказаниям Ванги, что это будет какой-то новый социализм, новый какой-то социализм. Ну, современный социализм, проблем нету, что такое новый социализм, не надо здесь голову заморачивать. В чем это касается социализма? Бесплатное изобразование, бесплатный спорт, нормальное питание, отношения нормальные, просто обычное человеческое отношение к людям, не скотское, что мы здесь правители, боги, понимаешь, а вы все рабы, смертные, которые приговорены. Но сегодня это так, по всем делам, не только по словам, это по делам происходит, по делам этих людей, которых наш народец привел к власти, когда мы все говорили, да все, нам политика не нужна, все политика, в семье вопросы это политика, как жить, как быть, понимаешь, и в большой стране это тоже политика. Что здесь говорить? А сегодня резко, прям явно видно, даже вот в казачьей среде, идет жесткое перенаправление сил, переконцентрация какая-то, понимаешь. То есть, он говорит армию, мы не готовы воевать, мы не готовы воевать. Смотри, брат, идут-то гибридные войны уже давным-давно. Они заканчиваются. В основном, пока что идут гибридные войны. Идет там и исторические, историю нам меняют, потом уже идут и идеологию меняют. Полная кабала. Полная кабала. Да, в основном идут вот гибридная война. В основном. И народ пока что в этой гибридной войне, ну вот только-только начинает голову поднимать. Только-только. Вот только сейчас начинают голову поднимать. Я смотрю, уже много людей, которые реально, молодежи, которые реально пытаются разобраться вообще, что происходит. Самое главное, чтобы у нас молодежь, понимаешь, и общество. Оно же как раз идет сейчас за теми, кто хорошо говорит. Но кто хорошо говорит, на сегодняшнем политическом поле, не все есть добро, не все есть братья наши. То есть там в основном это все люди как раз наоборот делают то, чтобы увезти нас куда-то в сторону. Ну ты намекаешь на таких, которые в Ельском университете обучались. Навальный это небольшая часть системы, запасной вариант, который, один из запасных вариантов, который готовит эта система. Все. Навальный, там многие другие, говорить не буду, чтобы там кто-то любит Навального, кто-то любит Платошкина, кто-то любит того. Значит, ваши чувства ошибочные, я вам скажу так. Почему? Добрый ядя не придет. Кстати, Платошкин, я его слушал, так грамотно говорит. Очень грамотно. Так и меня разочаровал. Так они все грамотно говорят. Потому что по таким аспектам важным, идеологическим, он мне просто такие вещи сказал, и я просто был поражен. Все равно думаю, что ты видишь, что ты вчера ролик запустил, он полчаса продержался. Ты запустил реальный ролик. Именно. Ну, заблокировали сразу. О сионистской системе, кто в эту систему входит, кто об этом говорят, а говорят об этом серьезные люди, которых узнают и знают. Это один из тобой профессиональный уровень. Я понял. Смотри, сионисты, они тоже нижнее звено тех, кто реально управляет процессами. То есть сидят люди, я так думаю. Ты не можешь так говорить. Почему? Двигатели. Есть шестеренки в двигателе, да? Есть коленвал, есть ремни, которые приводят все это в действие. А есть кто управляет все, кто за рулетом сидит. Но это даже не глобальный предиктор. Понимаешь? У них даже прописано, что их народ тоже будет уничтожен. Понимаешь, что они думают. Они пока на коне. Они думают, что они победили. Может, это их большая ошибка. Причем, ну, не весь их народ поддерживает вот эти вот фашистские идеи. Не весь, конечно. Не весь. То есть, скажем так, это назовем просто фашист. Фашизмом. Таким, который мировым фашизмом. Так и вся система. А что, чем отличается ООН, если она все это одобряет? Сеть войны, Югославию, Ирак, Ираке и прочее. Кто там сидит? Кто сидит там? У меня, знаешь, даже порой такая мысль, что Гитлер, он где-то там сидит и этой же системой управляет. То есть, в 45-м он просто переместился куда-нибудь, там, в Южную Америку. И сидит вот этой всей системой, всей управляет. То есть, в Америке, я же удивился, что ЦРУ возглавил там фашист в Америке. И потом ЦРУ захватывала власть, там, Федеральная резервная система, как захватывала власть. И как в России, и как это по всему миру происходило. И сейчас не зря вот идут забастовки по всему миру, народ начинает просыпаться. Там и во Франции, и везде. Что хорошо, что по всему миру, ты правильно сказал, потому что на наш народ уже положиться в этом нельзя. Потому что там где-то изменения происходят на один цент, понимаешь, там уже бузят все. А у нас все забрали. И мы еще не бузили. Народ русский такой терпеливый, просто поражает. Я не думаю, что он терпеливый, если этот человек до 30 лет не понял, что происходит, понимаешь, он нетерпеливый. Другое слово относится к этому. К этому слову другое слово подходит. Нетерпеливый, а терпеливый. То есть, рабская психология начинает доминировать в русском народе. Рабская психология, жития-вытия. Просто русский народ, как сказал Медведев, русский бунт беспощаден. Бунт бессмысленный и беспощадный. И об этом государство должно думать. Но русский народ долго терпит, потом быстро запрягает. Вот поэтому они это понимают, поэтому нас и травят. И продукции сегодня, и для этого нам сделали 5G, для этого нам сделали психотропные вышки, все это вместе, понимаешь. То есть, мы будем петь и плясать по команде. Потому что это влияет на нашу систему. Потому что мы просто не в состоянии будем. Сейчас он включен, понимаешь, на все. И мы с тобой будем делать... Сейчас мы говорим с тобой одно, а когда включат 5G и все остальное, мы будем с тобой петь и... И этому оккупационному режиму будем хлопать. Все. На данный момент казачество, оно правильным путем идет. Я вот видел, они на митингах начали разгонять народ. За последние 3 месяца, вот за последние 3 месяца, ну полгода, я вижу, что идет полное, скажем так, структурирование казачества под эту, скажем так, под эту систему. То есть, правящий режим полностью подминает казачество под себя. Это в выборе такой кандидатуры, как Долуда на общероссийское войско. То есть, я смотрю выступ, значит, Сурков на закрытом заседании, на пятом съезде СДД. Именно Сурков. Кандидатура, которая, скажем так, ну мягко сказано, не друг русскому народу и России, в моем понимании, после донбасских событий. Поэтому там, на фото ты же видишь, мы уже говорили об этом. Он стоит в середине, то есть, значит, что? Это значит, что СДД под контролем. Соответственно, у нас дьяконов атаман Союза казаков воинов России и зарубежья, он там являлся, в свое время не значит, является, не является, заместителем Бородая. Ну, тогда можно делать выводы, спрашиваться, да, то есть, какие задачи будет выполнять сегодня казачество. Если мы сегодня там ратуют, они за то, что дали там работу по 20 тысяч рублей, подтягивают казачество, режим под себя. Понимаешь? И вот уже, понимаешь, он получает зарплату, как Росгвардия, да? То есть, казачество тоже будет, как Росгвардия на этой стороне, потому что им платят зарплату сейчас, то есть, забивает в бюджет, то есть, поставили правителей, это не атаманы, это правители, это также насмотрщики в казачестве, понимаешь, вот, сверху, за казаками. То есть, а вольные казаки, которые понимают, что Россию сегодня надо спасать, что она в оккупации, что страны уже нет, она разделена, нужно, эту часть, она не так велика, и она разрознена, поэтому она не может стать боевым авангардом, да? Значит, нашего народного освободительного движения. Народно-освободительного движения. Она не сможет стать этим авангардом. Она не способна сегодня казачеству, потому что его взорвали изнутри. То есть, она так же оккупирована, как и все остальное. Все движения, все любые общественные организации, все остальное, все под полным контролем. То есть, все процессы, после ликвидации, они уже все предусмотрены, они имеют хороший опыт. А у нас-то кто где у нас, ты возьми, ты назови, где у нас есть, ну, можно взять, допустим, у нас реальный штаб, где есть реальная программа формирования, укрепления, то есть, допустим, там, у какого-то войск. Ну, нет, нет такого. Вся задача, которая сегодня стоит в казачьих движениях, ну, научились там коробки на парад стоит, да? Я там, скажем так, один из первых, кто это сделал в Приморском управе, да, тогда, мы это делали, начинали. Вот это мы научились. Мы научились ходить с иконками, с коробками, мы научились, то есть, больше ничего, мы научились ждать от подачек, от администрации, там, каких-то грантов. Все это, это обычная общественная организация. То есть, но, я все-таки, ну, казак, не хочется мне, да, видеть так, потому что, я знаю много ребят, которые принимали участие, боевых действий, и принимают участие в боевых действиях. Но, это движение, которое, оттуда, оттуда, к тому приехали, мы казаки, сформировались, туда и поехали. То есть, оно не является, оно не является, целенаправленной политикой государственного служения Отечеству. То есть, мы служим частным интересам где-то либо. То есть, даже если мы участвуем в процессах, мы участвуем в тех процессах, в том же Донбассе, да, мы участвуем в процессах, которые идут вразрез, наоборот, с объединением славянских народов, они идут вразрез. Потому что мы играем, мы выполняем задачу военную по сценарию наших врагов. То есть, мы их задачу выполняем сегодня. И в Сирии, там ничего общего с государственными делами это не имеет. У нас вот, я тебе скажу, простой вариант. Остановись сегодня вывоз природных ресурсов, послать на три буквы доллар, евро, все, у нас тут золото есть, сделать свой российский рубль, сделать свою банковскую систему. Все. Да, за это могут убить кого-то. Может, ни одного. Но за это стоит и повоевать. Это будущее нашего народа. За это стоит повоевать. Золотой рубль ты имеешь? Пусть он даже будет не золотой. Пусть он будет наш, российский рубль. Но не тот рубль, который, билет банка. Банковский билет, который просто его обменивают здесь. То есть, вывезли все отсюда, и нам баранам бороздали по листочку. Как заколдовано. На самом деле, это просто пустой чистый листок. Вот что рубль это. И кто сегодня? Кто? Где? Я еще вот малой был. Мы ездили на соревнования по России постоянно в поездах. Вот это вот вся ж вот эти там порнографические картинки со Шварценеггерами. Там еще не мы ходили, помню, по поездам нам раздавали. В поезде, представь, куда смотрело КГБ, в поезде был целый вагон, где уже показывали там горячую жвачную резинку, всякие порнофильмы, там фильмы ужасов, там про американских сверхсолдат, там Конаны, всякие там Шварценеггеры там бегали. Понимаешь? То есть нас детей уже взращивали тогда. Понимаешь? Уже нам прививали эти ложные ценности. Жвачки, джинсы. Понимаешь? И мы росли, вот в течение, это какие года были? Сейчас скажу, 76, 85 год, 86, 87. Вот мы росли уже на этих ценностях. КГБ уже тогда продалось, то есть уже в то время КГБ легло под Ми-6. А ты посмотри, как работает эта система вся. Идет же война, идет зачистка, и работают спецы, работают спецподразделения вражеские на территории России, в каждом регионе. Они присутствуют во всех силовых структурах, и они зачищают, они отстраняют, они назначают своих. То есть полностью, понимаешь, идет полностью. То есть по идее, система управления и военная, и гражданская в России, она полностью вражеская. Не, ну Путин же сам говорил, что у Чубайса там, сколько их там, 400, что ли, все дела. Какой Путин говорил? ЦРУ, ЦРУшников. Надо определиться, какой Путин говорил. Какой из Путиных? Да, да, кто из Путиных-то говорил? Хуй из мистер Путина. Да, да, кто из них говорил? Ну да. Который говорил раньше, говорят уже вроде как и не он. Потому что мы с тобой экспертом судить не можем. А царь-то не настоящий. Да, царь-то не настоящий. Да, да. Но мне кажется, хочется же, конечно, верить, что Путин, он все-таки всех пересадит, наведет порядок в России. Это ваша, батенька, стратегическая ошибка. Так мыслит не маленькая часть. Просто я не знаю, ну человек, которому, мол, не надо там мысчужить там, не имеем дипломов, да, серьезных там, скажем так, обычные провинциальные жители. Ты просто по сторонам тогда не знаешь, что происходит. Сравни определенные моменты. Посмотри не в свой карман, что ты успел там что-то заработать, что-то поднять, а ты посмотри, что происходит со стороны, как живет, как живет сам народ. В глубинке, везде. Возьми аналитику. Сколько предприятий было до того, как пришел Путин, и сколько сейчас предприятий осталось конечно на этом месте. То есть, как, сколько мест, сколько детишек было у нас. У нас не было войны эти 30 лет, а население сократилось что-то там, миллионов на 20-30. Ну, где-то, я точно не помню, врать не будем, да ну, это миллионы, это не тысячи, это миллионы. И каждый год у нас люди заболевают, заболевают. Ну, что это замещается, иммигрантами, не переживают. Даже это, ну, там все продумано наверху. Это все продумано. Вот, кстати, как не просто, что все продумано. Все продумано. Медведев завозит, завозит, завез в этом году 900 тысяч тонн пальмового масла. Все нормально. Ну, даже не Медведев, по-моему. Медведев там вроде курировал. По-моему, Володина бизнес. Хорошо, если Володина. То, что мы, вроде ролик, есть такой, что это, мама у него формы, и сейчас дали команду, перевести всю пищевую промышленность на техническое пальмовое масло. Всю. Соответственно, то есть, вот тебе результат. То есть, это примерно. Там у нас идет стерилизация, да, то есть, через пиво, через фальшивые лекарства, то есть, непонятные какие-то болезни, то есть, у нас вот заболевают в школах, то ничего, 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 в каждой школе по 20-30 человек спрашивается, что это такое. Такое ощущение, что где-то что-то вспрыснули, понимаешь, что это просто скинули, где-то что-то распылили, то есть, непонятные вещи, которые не просто ты простыл, а у тебя сложные, серьезные идут. Там горит, там химтрейлы, все это в кучу, то есть, это, конечно, такая активная стадия, активная стадия, и не понимать ее. Причем, брат, это происходит же по всему миру, химтрейлы, они же летают по всему миру. если скажу, что вот понимаешь, ведь у нас уже, на самом деле, немаленькая часть блогеров об этом говорит. Очень много. Очень много говорит. им получается, что мы-то, и люди уже говорят, да хватит уже баламутить, хватит уже болтать, а вы-то что-то предлагаете это делать. Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Ну, я предлагаю народу снизу обедняться, шевелиться, в деревне хотя бы собраться. Во Франции как собрались? То есть, кто-то, один лидер, кто-то возмутился, какой-то коллектив, да, и его все дружно поддержали, потому что все понимают, что это касается всех, что это касается всех. И сегодня собрать, я не верю, что мы соберем в каждом селе, выберем там лидеров, то есть, там будет какой-то будет коллектив, какой-то общественный житель. Нет, такого не будет. Просто каждый должен понять, он должен отслеживать все политические моменты, которые происходят в его стране, как в семье. Вот ты в своей семье все отслеживаешь, как живут дети, как они учатся, как работают. Также в стране надо все отслеживать. И как только где-то кто-то появился, который говорит, вот, должен вникнуть в процесс, надо принимать активное участие. И вот тогда все появится, то надо появиться понимание, что нам надо, каким путем. Мы пошли мирным путем. Не получается мирный путь, нас убивают, значит, мы должны отвечать. Мы должны защищаться. У нас в Конституции прописано защита страны, семьи, все. Там даже прописано, если у нас по всем международным законам, если у нас власть по большому счету вражеская, значит, народ имеет право устранить эту власть. Но есть такое право, международное право дано. Да, законным способом устранить. Законным способом устранить, да, законным способом. А что такое понять закон если тебя убивают не тут имеешь право по закону защищаться и нанести ущерб больше на если тебе это как там все может технически сказать что надо все делать по закону по конституции причем у нас же конституция насколько я понял так как путь в девяносто третьем году они расстреляли парламент это все было незаконные действия и конституция у нас осталось ссеровская а по ней вообще там все жестко измена родине 6 4 статья да нам измена родине там ночью депутат в украине украины заявил же депутат верховная рада но зачитал выписку о том что у нас не существует в украине не существует так же как у нас не существует государственных органов не рады не прокуратуры не того не существует нет почему не понял нету нет то есть у них тоже 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 да тоже получается 1 фсср украинская республика то есть мы по факту сср так и остались на международном поле да у нас внутри просто ты частные фирмы рф и что-то там визжит это понимаешь вот эта часть населения либо это на самом деле эти враги то опять той же и масти ну простой народ украинский понимаешь что мы не враги мы просто тупые поэтому мы перестреляли друг друга поэтому пустили пасе мы просто тупые вот как говорит задорнов американцы тупые не американский народ тоже там тупой по-своему мы здесь по-своему тупые но они хоть научились бодаться чуть-чуть мы поддержали всех своих врагов выполнение их задач не на выборах везде они выполнили свою задачу по нашему же уничтожению поддержку мы поддержим своих палачей картос уничтожает еще мы мы выбираем кто из них лучше из палачей кто лучше там-то тоже есть патриоты кто нас мягче убьет а то на жестче убьет или как-то где патриоты есть там ну может ну что-то я тебе скажу что может это патриоты есть и наверху не может патриоты есть длину думаешь наверху не осталось не нет 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 россия великая наша держава невеликая держава россия управляется богом тысячелетия на простояла римская империя пала русь стояла и до сих пор держится и тоже хотелось бы так думать кстати ванга же предсказывал что все-таки народы ссср они потом объединяться и будет создана завести нужно вести активную я мы об этом говорим с тобой во всех роликах что все народы после ска пространство ну за исключение там кого-то должны объединиться мы уже говорили бурят и якуты и татары башкиры украинцы казахи украинцы белорусы вообще не обсуждается по поводу белорусской и я и я честно говоря но я рад что батька лукашенко не поддался на эту провокацию иначе бы белоруссия превратилась бы в так в такую же разгромленную разруху как россия на руку провокацию не поддался что не пошел на объединение пока да пока не я так нет ему на только возглавить у него есть кгб у него есть все вот если бы моментально принять решение то я собрался поехал бы к лукашенко вот сказал все хватит будем объединять славянские народы и будем убирать этот вражеский режим вот я я завтра собрал подразделение поехал бы какой не значит я поставил выполнял по освобождению у него и силовые структуры которые не коррумпированные не скорбины и понимаешь лукашенко он тоже там заигрывает западом не заигрывать он ведет игру но когда ты видишь у него вам приезжает и допустим когда там как он говорит вы купили там дома понимаешь и продали по коммерческой цене он и по арестовал и вернулся народу когда-то допустим министр по спорту как вы сейчас все поедет а покатаетесь но не дай бог оттуда чего не привезете то есть он четко слежит процессов сельскохозяйства везде у него работают государственную структуру у него минимальная коррупция понимаешь все у него нет ничего а вы как думаешь а стали чё стали не играл не играл еще как он не устраивал отношения так мы приходится домом они как государство ему приходится в этой мощной системе так он и выжил а у нас все есть и нас оккупировали а у него порядок ты имею ввиду все есть в 9 в девяносто первом и последующих годах как россию помнишь девяносто девятом году опустили уже путин когда пришел вообще уже нихера не было уже все уже уже там уже 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 тулеев уже свои тубрики напечатал уже понимаешь уже все готово было к развалу полному должна была чечня 1 ценицы все остальные ну а чуть все кому-то нужно и чего на чечня но эти вообще вот в общем говорю это тоже по своим законом я тебе дали денег татарстану дали денег на все поэтому все тихо в этом прижали я тебе говорю потому что юкос уже продался уже через неделю должен был продать бритиш петролем и все свои войны сейчас уже все все уже все продано уже все продано ничего нет у нас нет ничего не у нас нет ничего все жить все уже иностранное и сделано на страны учредители деньги уходят все за границу не практически убежать ничего не остается чего еще не продан назови что не продан не назовешь все продано даже армия по моему частный стол и армия такая у нас ты ты найди дать и не трудно проверить где все это зарегистрировано для этого есть международная лишь структура где можно проверить где что зарегистрировано это все увидишь там все есть я даже думал путин показывает кино про ракеты которые летают на каком-то которые у нас летали и которых нельзя было обнаружить бетон зале стаса по-моему называется их залили бетоном у нас мы ничего не видит практически ну вот он показывает новое оружие смотри вот это новое оружие она же скорее всего частных но оружие у нас все честно что то есть какие будут задача не выполнять какие задачи сегодня выполняет армия она не защищает эти лица государства потому что государство оккупировано она жизнь народа она защищает что она что она за ноги только где-то куда-то там ездит когда их там нет и воюет где-то понимаешь и все чё защищает а помнишь по тем планам будут далласа там же как последовательно должна была быть сирия должна сначала пасть потом терны корея а потом этот халифа должен через кавказ хлынуть в россию все готов к этому может возможно возможно афганистана возможно путин и обломал вот эти планы в сирии может таком чем но то что все-таки не рухнул режим асада вообще по хрену вот честно скажу режим асада не асада такой же в турции по хрену никакие какие заграла нам никогда турции другом не было мы всю жизнь с ними воюю всю историю это пустая трата времени и денег это та же самая система что простили долг африки там еще кому-то простили долги все они простили они просто их отмыли они их не простили они их отмыли на взамен выгодных условиях с этими странами с нашими все они перечислили заграничные счета какую-то часть определенных денег они все это закрыли и помешали такой это пот и кровь нашего народа главная задача понимаешь когда когда есть сильное государство надо вести порядок внутри страны а потом разбираться с внешнеэкономической деятельностью военной политической нету государства будешь нету деятельности спортсмены не поехал не могут поехать самостоятельно что нет такого государства мы капитулировали капитулировали документы подписали подписали о капитуляции страны соответственно езжать с белым флагом откуда без там говорят по что это первый канал этого не скажет ваш вы же вы вы же капитулировали вас нету вы колония так вот и ездите вы тогда с белым флагом и все думаешь это на это намек а начинами не намек это это факт юридически мы должны готовиться у нас уже наступили тяжелые последствия необратимые вот мы хотя бы в какой-то момент все таки должны нации должна очнуться проснуться сконцентрироваться объединиться понимаешь как-то саккумулироваться я не знаю как понимаешь и отразить агрессию надо нарушить планов и глобальные как это лишь по прогнозам мы когда-то если мы не станем воинами никто нам не поможет ни снизу не предки земли не боги сверху то есть для начала бросить пить курить употреблять вредные продукты заняться своей формой да это сто процентов потому что отрава есть это здоровье всех сторон нас нет сегодня здоровой пищи в супермаркетах как в идее они же перестали кушать там на такси ездить вот надо перестать жрать тут всю хрень от которой рак и все остальное а заняться своей пускай не разорятся пускайте все производители отравы которые умышленно настраивать пусть они разорятся все избегут отсюда на перестать покупать во всех этих магазинах делать свое и есть эту отраву все таки в есть я думаю у нас и предсказано все предсказания все у нас будет хорошо песню имели на послушать какой здесь песню хороший брат и да что вы приумели вот эта песня послушать самый хороший пазы словами имели лучше не выразишь как он спел лучше не выразишь у нас кило душе то есть нам нужно социальное государство под названием русь как-то там сказал ручь ну ручь видишь ручь нам нельзя потерять не не татар не казах не якутов не башкир никого нам сохранить братские отношения чтобы они знали что старший брат не являюсь таким это вот чтобы на самом деле были старшие братья да чтобы эти люди жили хорошо них тоже есть природные богатства на территории и пропорционально должно быть все экономически взаимовыгодно то есть регионы должны быть развиваться да они должны жить хорошо достаточный принцип а потом все пошло по москву на содержание армии там центральной системы понимаешь они за границу слушаю зачем содержать армию раньше не содержали армию каждый русич был воином нам армия все равно нужно но профессионалы какие-то какие-то контрактники ну какие-то я считаю что мы срочная служба нужно на современном современном этапе при отсутствии общин думаю за полгода можно нагонять там принципе нет я вот в армейке служил там только первые полгода остальное там ничего не делаешь ну есть это по моему узбекистане полгода служит за полгода может она в любом случае да нет год служит каждый должен пройти службу каждый должен учиться быть строю должен знать военное дело но это даже быть военное дело тут для этого на порядок в армии на ряда навести в армии до чтобы ребят на самом деле служили чтобы они служили чтобы строевая боевая только было положено чтобы человек знал свое место в твою умел быстро сориентироваться знал стреляет по тревоге что такое мобильной сборы и все остальное и знал как они специальность что у него есть взвод и 5 10 что его поднимут отправить туда либо в крайнем случае допустим сам дарод и случись нападение да то есть перекрыться войсковой части зашли китайцы они все знают то есть но люди которые служат уже находится отслужили заходится запасе да то есть они должны быть планы определенные в случае вот как вот все захватили напали чтобы все будут бегать прятаться убегать куда-то воевать то вы нашему организована группами собирались где-то вместе кто служил по специальности оказывали сопротивление организованы это так вот исполни как сорок первом сорок втором году партизанская так точно да то есть это все было группы моментально ориентировались на населивающих урон врагов то же самое так как ссср все-таки был не захват незаконно у нас референдум народ боится у них ума не хватило его за его даже развалить закон на закону да поэтому мы законно можем вернуться в рамки ссср для начала 7 на один из вариантов да а потом у народ не сверху опять которые хотят это все сделать она даже бы снизу пошло это самоуправление чтобы снизу стали депутаты и вся власть и пошла понимаешь снизу если ты будет сверху вот эти живут все они быстро перепрыгнут ничего не произойдет но так как в новгородском вече должна быть система управления такая не вертикали а горизонталь то есть народ снизу должен управлять хотя бы поняш громко сказано но вот никогда управлять не будет народ должен принять у народу в чем заключается сама главная задача народа выставить достойных достойных представителей в управление для себя государю государство достойных представителей направить систему управления а эти достойные должны выбрать из себя самого достойного это в любом случае заполняется но эта пирамида идет снизу вверх они так сверху ты сидишь и там расставляешь все сверху сейчас сейчас везде что происходит сверху мы позволили сделать нами все что можно было сделать я не знаю что с нами еще не сделали а спорта что нет не добили с нами сделали все у нас забрали все нас лишили всего понимаешь и нас убивают просто еще не добили банка предсказывала еще до развала а развале ссср и о том что потом это все объединиться слушай посвященные люди на таком уровне кто общается ты че думаешь хрущев не то что развалит советский союз он тогда уже знал потому что он его разваливать начал здесь ничего сложного нету по поводу развала это знали все хрущев был тупой потом не мыслал такие категории еще и дело все было все выстроено вся машина ты смотри как все прошло какая сильная была коммунистейская партия тоже а тоже в ней тоже находилась пятая колонна она не сгнила не расставили они расставили скажем так всех своих идейных революционеров так называемых запломбированных в вагоне они все возглавили все эти партии все движения и все структуры власти заняли они остальных они всех купили либо отодвинули за недорого кстати купили продались ты всегда поэтому прошло все так спокойно более-менее по идее такую страну развалить это не небольшая войнушка была ночи войнушки не было стреляли маленькие все это народу выдали это бумажки приватизационный гигар приехал когда с башен до с американского посольства ждут я тоже смотрел внутри там масках бегали как на майдане почти все та же самая схема как на майдане причем там столько народу перевалили расстреливали никто об этом сейчас не говорит только очевидцы забывает люди все прощают все забывает забыли что там сожгли там затопили понимаешь то есть вот сюда тем что только не происходит нас ни одного понимаешь понимаешь нету подняли пенсию там каких-то там 900 рублей на сколько там смешно учитывая коммунальные платежи топлива и все остальное цены в магазине все поднялось такая подачка понимаешь и сама что они не боятся и и делают эту подачку на 1000 рублей только с понимаешь это осталось у съезд это все устроит ничего все нормально будет на руси все будет хорошо по-другому быть не может все произойдет как всегда на авось самым чудесным образом какая-нибудь америка завязнет какому-нибудь там борьбе с каким-нибудь там и и короче за нас все забудут все на будет хорошо у нас не забудет буквально весь мир у нас забрать все и кормит весь мир никто про нас не забудет коль знаешь произойдет какое-нибудь заваруха между какими-нибудь америка и китаем все забудут про россию все восстановят всех раз заинтересованы без заварухи между собой раздерпали а потом может быть да не смотри сам прикол в этом не заинтересован китай что такое казачество в современном этапе развития в то что сегодня происходит это конечно самое главное это понимание текущего момент происходящих событий соответственно атаман это лицо политическая фигура экономически грамотной потому что иначе он не удержит простая поговорка да как в фильме нема золотого запаса и все остальное соответственно то есть даже структура будет штаб понимание штаба должно быть не только там значит этот мы поплясали там в церковь сходили мы не церковный приход то есть уровень мышления что сегодня добивается церковь тупое поклонение да мы знаем все праздники так это мы что-то забыли что у нас страны уже нет а праздники есть у нас земли уже нет ее забрали понимаешь то есть а мы герои мы отмечаем сейчас будем праздновать 75 победы это они будут праздновать семидесятилетие победы над нами вот что сейчас происходит самое страшное это страшно поэтому соответственно как говорит лицо казачество и вот в нашем нашем случае да в лицо любой организации то есть если критив сильный грамотный да то есть народ народ у этого народа будет достойный атаман это лицо будет государственного значения даже на маленьком уровне это государю человек потому что цели задачи заботы превыше родина матушка понимаешь то есть если мы родину сохраним вот если мы сегодня мы платим контрибуции да как проигрыша страна по 2 миллиона долларов и это я считаю скромно почитать сколько до 500 миллиардов по моему пока на америку уходит да такие цифры скажем так бешеные суммы уходят то есть какая задача стоит за чисто на задача стоит остановить разграбление до страны чтобы привести ее в порядок и народ будет хорошо казачество должно идти в ногу со временем не думать о том как там пристроиться в реестр и на зарплату дружинникам 20 тысяч рублей это говорит об уровне сознания этих людей которые одели казачьи форме я даже смотрю те которые родовые вот я увидел до фотографии с тобой смотрели сурков середине я знаю как у меня было донбассе чем занимался сурков и сколько он вреда нанес славянскому народу понимаешь только казакам а сейчас казаки потом фонсит в середине друг стоят они как там братья все вместе вот тебе ответ долуду поставили да сейчас вообще российское войско влага долода но все забыли казаки когда пытались на москву поехать маршем там до к правителю этом так что получилось долуда натравил своих форм людей пусть это не казаки они они арестовали этих издали в полицию это кто кто они тогда после этого вот этот от аман которому сейчас присягнули служить на всему москву кто-то этот долуда выводы делай то есть и сегодня все это то стадо дружно потопала туда я не и не побоюсь кашу стадо потому что в целом кто-то там за кто-то нет в целом это стадо получается потому что когда понимаешь мы знаем сколько крови пролили на донбассе участники нам процесс и знаю какие ошибки допущены и тут в том числе и нами и очень грустно на эту тему рассуждать и когда нам говорят там казаки говорят фейк деньги выводится фейк там технического пальмового масла да там занимается нам володин дайте его бизнес и сегодня всю пищевую промышленность перевели на переводит на техническое пальмовое масло то есть это все это смерть уже все об этом врачи депутаты тут они кают ребята что это 68 лет это рак у нас сколько там что-то на вот было сказано чуть больше 400 тысяч в год в россии заболевает раком узнают что они были драка то есть нас через 10-15 лет не останется никого нас вообще то есть скажет способного населения не останется того потому что мы еще доживаем почему там уже здорово потому что мы питались нормально а наши детишки они уже будут больных тушек смотришь магазине ты не видишь изменений потому что но уже знаешь что нельзя пить куку-колу но нельзя если очень масло то что технический яд не запить молоко потому что это не молоко это технический яд большая не все это жрут мы с тобой на тему говорили не не едят они то всю жрут обидно до сих пор людей значит такое блин термофильные дрожжи уже тут каждому только уже в голову нара постучали сказали ребята что это такое надо понимать что такое как как объединить как повезти но не появится лидер никогда лидеры сам по себе не вырастает правильно и что-то стучит а не стучит что-то присажали всех перестреляли всех потравили всех психушку подправляли надо деньги тратить в будущее в тех детей вырастет чтобы это было сильное а ведь у нас отбор бог этот такой и в древние времена была двор такой полицаи вернулись сорок первого года да вот мнение не не их внуки они не уходили куда они никуда не уходили они здесь и были они готовились они готовились к этому реваншу вот он наступил он наступил муж какое-то чудо произойдет путин все таки одумается пересадить всех коррупционеров слушай они как они могут пересадить сами себя не создались эту систему это я даже не просто против как коррупцию эти скудил даже не в коррупции как коррупция это побочный эффект побочный элемент всего этого а главная задача не коррупция главная задача захват государства российского понимаешь а это все система которая обслуживает глобального предиктора на которого работать вся эта система главная задача пусть это каббала нашей территории народа доведение его до свинечил до поросящего состояния кто сказал гриф или чубайс 3 класса образования хватит чтобы научиться считать свои налоги у них одна команда неважно то есть никто они да это одно целое это хаббат хаббат любаич пейсовые ребята 6 звездочные все правители но я так понимаю потому что народ в америке то тоже стонет вот этого всего лишь народ не играется не может и здесь не может обвиниться когда это наступит я не знаю но может быть на самом деле а мы как-то и делали записывали говорил я бы о том что все народы вот это вот это чума чума это чума чума 21 это все что сейчас происходит чума ты же видишь кого назначает то есть не той ориентации то есть заворовавшийся он украл здесь это повышение там он извините меня сделал большой босс пишите кто блин живет канонами древних мы сегодня получать как изгои стране ты сказал слово глобальный предиктор так вот вот этот элемент малые народности и богоизбранные они тоже всего лишь винтики в этом механизме и они не самые верхние эшелоны они в итоге получают постоянно по полной там их сколько раз изгоняли уже с разных земель и ты пойми что они тоже они потерпевший почему есть такой у них кстати тоже бывший какой-то раввин фамилию не помнишь фамилию он против них же выступил до доходов вот он же против них то есть ты пойми что они среди них тоже люди есть и они просто они понимают что у меня разменная монета нас просто используют а кто использует может быть кто-то еще над глобальными предикторами еще стоило понимаешь они возможно такие же винтики их также использую они просто биоробот можно винтики только не разного уровня заведения один повыше там понимаешь который вам допустим там бен лазар то есть все советы с ним происходит что там что блин в украине что у нас все понятно они просто разного уровня винтики это все просто начинает депутата местного уровня понимать начать общественной организации какой-то пошли повыше и так эта структура на она организована смотри вот их не книга допустим берем таню она написана то совсем недавно и в этой книге прям националистические вот эти принципы прописаны что те кто не являются и бога избранным народом они все просто мясо животные да вот то есть смотри и суть то в чем суть в том что им эту идеологию ввели для чего как говорится разделяя властвую провинции там 1 1 1 еврея сменили на другого и чё ну поставили никто вселенский участка порядок наведет смешно каким образом человек который только только мог клоуном быть понимаешь вот он честно ли тебе порядок стране порядок наводит околомойский понимаешь член хабада так он не самостоятельно тоже он тоже входит в общую систему она чего свои поправит есть общий план развития дальнейших событий и у и он точно против нас за счет нас и он происходит уже 30 лет а если 30 лет человек не понял когда сидишь разговаривать если за 30 лет мужчина как минимум не женщина лана там дети жить мужчина не понял что происходит стране это просто дебил если ты за 30 лет он не разобрался понимаешь уже нельзя назвать этого человека человека из страны страну превратили в я не знаю как у нас даже сегодня статус кто мы колонию до колонии где понятно вообще колонии ты мягко сказано пришла америка тоже колония со своим уровнем понимаешь там германии тоже колония тоже платит контрибуции какие-то но живут полу получше она вообще какие-то папуасы которым с нового года еще топлива поднимут уже будет на 45 рублей еще выше топлива будет куда еще уж налоги снова теперь они мы будем платить все пенсионный фонд и еще будем платить на содержание на содержание своих родителей понимаешь то есть ему платить да нахрена не нужны вот это там это ванну которая сюда приняла понимаешь это рожа были понимаешь который сюда провела туда потом крыть украдет от пенсионный фонд вот и и и это общество под названием народец понимаешь она уже то все съедает если нет народа труде есть трусливое стадо воинов нет дети будут рабами вот этот глобальный проект он практически по их меркам проходит подходит своему заключительному ну я не знаю может быть это значит все ждут прихода эти ждут приходом ашаха наши жут наши ждут на жопе ровно сидят на кухне ждут что с неба кто-то спустится и найдет порядок с неба сможет спуститься только с косой наша чернявая и забрать всех нахрен кого от рака от пальмового масла кому просто так за пьянку кого-то за наркоту потом детишек кормят у нас этой концентрируем как называется никотиновые эти жвачки вот это вот все что нас ждет и постаны проститут на любом глянь чем чем занимается молодец девочки потому что сильные половины нет она не состоянии регулируют процессы чтобы все процессы регулировались защита молодежи чтобы мы мы с тобой говорим что мы взращивали чистых девочек понимаешь мы с тобой сегодня курим они все курят у нас из 10 девочек муж 2 не курит и тут с утра мимо магазина стоит молодежь и не чуть-чуть не в школе а что они не в школе лет по десять мимо прохожу уже прошел смотрю бомж выходит с водкой спи он там они грязь они разбирают бутылочки ему ну я уже прошел мимо как бы все это знаешь на ходу так анализирует думаю да представь да родители отправили детей в школу общество прогнило когда сталин дело свои чистки общество еще было ну более-менее такое знаю что чисто а сейчас представь сейчас она настолько прогнила если сейчас делать чистки то это надо за всех вали нет надо поменять систему остальные все все вернут отработают они будут бояться не будут работать когда будет нормальная система государстве когда будет на самом деле государь ну какой как системы жилье что ты миша за системы например вас появился социалистическое государство да то есть социальное государство появилась там ручь матушка назовем ее ручь матушка с обычаями с традициями понимаешь даже если кто-то хотела ворот мне не получится воровать как китае они провизировали там 2000 человек по мы привезли кого-то посадили кого-то расстреляли у нас тоже у нас жил они же магадана развалили они страну все развалили вот объект будет определенной территория где он ее разваливал он ее будет и строить зачем их убивать это не они мы зато им строить снова только вот только уже под дом автомат охранника что мне нравится социалистическое государство под названием русь матушка нравится но она все социальное государство социально сам как назвать социализм смотри и мне бы хотелось чтобы в этом государстве не был бы какой-то один лидер которого можно там отравить завалить заменить двойника поставить а это должно быть народовластия но это земский собор да то есть власти должна быть снизу вверх то есть снизу решает как у казаков были десятники сотники но сколько мы разговариваем это делу нету снизу ничего лучше были не поняту шевеление снизу нету вообще никаких нету народнейший воли не что народ задолбали уже но в франции тоже народ задолбали да и иммигранты и арабы но вышли все наши улицы отменили изменения пенсионного отменили вышли все вышли все у нас нет у нас сколько то что смотрит на митинг 20 лет человек но только единая россия может всех служащих свести там но он не за кем выходить только вот на навальный с университет если нет народа и выходить некому и лидер не появится если нет активного гражданского общества и уже сто раз говорит не появится лидер даже если он есть в этой массе все есть грамотные люди да но пока они не объединяться и не вы не выберут того кто у них вот держит диалог там имеет опыта там экономически политически все дела то есть вот такой человек должен родиться он должен коллективе каждом селе уже говорили тоже в этом в каждом селе потом эти силы объединяются не через того нет те же муниципалитеты те же главы поселений только не сверху а снизу сейчас их сверху ставить себе который служит и надо воровать вороем сегодня перекур не вороем но у нас не другого я очень так посмотрел фильм когда путин на завод ездил да на какому-то закрывать камазу да пусть этот старый сам для меня уже меняться хоть она хотела дать она не обнял поклониться рисками можно поклониться остальные все как шарки вот так и есть сомнений никаких что-то народец там где-то на кухне гундящий понимаешь он не встали мари момент вот этот народ богоизбранный про который ты говоришь он является всего лишь маленьким звеном в этой цепи и они такие же терпилы в итоге окажутся так вот и даже не глобальный предиктор стоит сверху как говорят кубовцы то есть кто-то стоит еще выше понимаешь надо не все это все управляет коль да очень интересно так смотри на самом верху стоит создатель творец но наш отец существующий везде не сатану видать а вот отца не видать так вот сатану до видать смотри так вот он дал нет он не отказался он дал свободу воли человеку а дальше уже народ там уже кто куда пошел то 40 лет по пустыне ходила кто происходит оболвание поэтому это просто-напросто я считаю что у нас в движении в казачьем мы просто превратились там в церковный приход молильный дом все я уже об этом говорил ничего более то есть надо надо допустим воевать нас подняли мы и мы поехали воевать куда зачем сирия донбасс то есть не не все слишком разбираться да по донбассу поначалу когда русский мир мы все понимали а сейчас то что происходит даже в моем движении у меня меня очень большое разочарование то все не происходит большое разочарование получается мы не с народом не тертать почему-то но в итоге видишь все будет хорошо да все будет хорошо конечно сконцентрируемся надеюсь каждому человеку верится что будет хорошо потому что солнце за нас просидел на кухне хорошо не будет не пути солнце за на солнце может посвятить его кошечка на определенные вот когда она встает понимаешь а потом когда он идет туда другую сторону те окна нет там нет и окна понимается говорят на манеже все те же сколько у нас выступает и говорит об этом что и что так уже лет последние три четыре пять лет активно идет как минимум понимаешь идет активно обсуждение блогеры появились у нас говорят все об этом обо всем и все равно у нас пока что а вот сына не тут бусы на них смотри ты какой видишь вот россию какая она должна быть вот каким он должен быть вот справедливая социалистическая там может быть по кем в новгороде долго вечи держалась новгородской вещи какой-то ну народовласти каким ты видишь строй как он должен выглядеть да это в любом случае должен быть строй мы говорим там народная народная система управления но форма народной народного управления не разные то есть начиная с древности понимаешь то есть то есть современном этапе на современной мере самая главная задача привести тех людей для которых для которых власть превыше денег то есть вот именно управление государством создание государственного строя понимаешь то есть и деньги то и деньги то ничто но нужно такие условия чтобы люди просто жили учились работали рожали понимаешь то есть они думали о средствах существования тогда деньги потеряет свой смысл почему потому что все есть вот мы работаем у нас есть зарплаты нам на все хватает у нас есть огород нам землю далее то есть мы сажаем грядки все мы знаем магазин идем мы покупаем это почти кровя душой покупаем отравленную пищу кормит своих детей вот об этом этого не должно быть должны развиваться предприятия сельскохозяйственность люди даже жить на земле надо расселять их везде чтобы они сажали деревья они как на новый год мы пилим чтобы елочка поставила 10 дней росла на 20 лет у меня есть эти я сам своими руками сажал и мы их пилим зачем мы их пилим нельзя этого делать мы живем одним днем мы потребители на этой земле то есть мы по своим делам и поступкам сейчас в целом как население страны потребители мы сами-то помогаем этим людям кто нас разграбляет мы сами помогаем им воровать за неплохую зарплату эти пример что когда зимой деревенские спилили столбы с электроэнергией подходящей к их деревне и остались без света вот примерно сегодня в целом сказать это можно сказать о нас в целом россии в целом не китайцы вывозят наши таможни наши машины грубые наши работники это все делает наш народ